Всем привет! Меня зовут Никита Кислов, я тренер по плаванию, а также фанат плавания на открытой воде. В сегодняшнем ролике мы поговорим с вами про самый массовый и самый популярный заплыв на открытой воде в мире. Если готовы, поехали! Заплывы на открытой воде с каждым годом становятся все популярнее и популярнее. Почему они настолько популярны? Первое, плавание это безопасный и нетравмоопасный вид спорта. Второе, когда вы едете на заплыв, вы путешествуете, вы смотрите новые места, а также пробуете новые, можно сказать, водоемы. Третье, в заплывах могут участвовать люди от 18 лет и до бесконечности. Вы не поверите, но много людей в возрасте 60 плюс лет плавают на открытой воде. Также есть разные фишки, такие как, например, большой спортивный праздник, дух спорта. И очень важно, что каждый участник получает свою персональную индивидуальную медаль. Это очень круто! Внимание, вопрос! Какой самый популярный заплыв, по вашему мнению, в мире? Поставьте это видео на паузу и напишите ответ в комментариях. Ну а мы продолжаем. Наверняка большинство из вас ответили, что это заплыв через пролив Босфор в Турции. Но я хочу сказать, это неправильный ответ. А правильный ответ, самый популярный заплыв в мире, это Sun Moon Lake Swim, который проходит на озере Sun Moon Lake в Тайване. Почему он самый популярный? Потому что в нем участвует около 20 тысяч человек. Чтобы вы понимали, в том же Босфоре участвует 2,5 тысячи человек. В Тайване участвует порядка 20 тысяч человек. То есть это в 10 раз больше. Этот заплыв проходит более 30 с лишним лет подряд. Просто посмотрите, какие красивые виды. Что же такое Тайвань? Тайвань это большой остров. Они же называются страной. Но при этом они как-то подчиняются Китаю. В общем, я не совсем понял, это Китай или не Китай. И в нем есть вот это красивое озеро. Оно располагается немножко в горах, 700 метров от уровня моря. Чтобы туда доехать, нужно, конечно, потратить много времени. Потому что прямых рейсов из Москвы туда нет. Нужно сначала долететь 4 часа до Стамбула. И еще от Стамбула 11 часов лететь туда, в Тайвань. Но, к сожалению, по-моему, сейчас ничего не летает. И я бы очень хотел, на самом деле, туда полететь. Что касается билетов. Билеты, по разным данным, стоят от 50 до 100 тысяч рублей. Потому что действительно далеко лететь. Но я думаю, то, что оно стоит того, можно покопить. И через какое-то время все-таки сгонять на этот заплыв. Что касается самой гонки. Дистанция тут формальная. 3300 метров, потому что озеро небольшое. А тут больше ты кайфуешь от того, что столько много участников плывут вместе с тобой. Представляете, в первых потоках плывут быстрые и профессиональные спортсмены. А ближе к середине и к концу уже плывут самые обычные люди. Бабушки, дедушки. Которые даже еле-еле держатся и не умеют плавать. То есть получается, что первый человек уже финишировал. А последний еще не стартанул. И вообще, если посмотреть внимательно на видео. То видно, что люди плавают в каких-то специальных спасательных жилетах. Потому что там не настолько круто развито плавание. Как, допустим, у нас в России нет столько много бассейнов. И люди плывут абы как. Но сам факт, что они участвуют в большом спортивном празднике для популяризации здоровья. Это прям очень здорово. Давайте просто взглянем на эти кадры. Как много людей участвует в этом заплыве. Вот эта огромная дорожка из пловцов. Кто-то плывет быстро, кто-то плывет медленно. И на самом деле это очень здорово. Представляете, как за 30 лет у них стал популярен этот заплыв. Что так много людей участвует в этом. Я представляю, когда мне будет лет 50. Что в Нижний Новгород на заплыв X-Waters Volga съезжаются 20 тысяч человек. Сейчас там участвует 2,5 тысячи. А это будет 20 тысяч. И тогда будет очень круто. И я скажу, я приложил усилие у зарождения движения плавания на открытой воде. Поэтому, ребята, через 30 лет посмотрим. Обязательно сделаем самый массовый заплыв в мире. И он будет в России. На самом деле поучаствовать в этом заплыве это моя мечта. Потому что этот заплыв входит в топ 100 самых популярных заплывов в мире. Он на первом месте в рейтинге. И я очень хочу поучаствовать. Но я не знаю, как это сделать. Потому что Тайвань на сегодняшний день закрыт для туристов. Дорогие подписчики, если вы когда-либо были в Тайване, были на этом озере. И вообще понимаете, как туда добраться. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Либо можете написать в мой инстаграм. Ну, действительно, мне хочется понять, как туда доехать. Как туда добраться. И как там поучаствовать. Потому что, несмотря на то, что сейчас границы закрыты. У них соревнования проводились. У них все хорошо. И у них много участников выступает. Значит, у них нет каких-то ограничений внутри страны. Видимо, ограничений, чтобы просто туда добраться. И еще, друзья. Если вдруг вы со мной вдохновились этим видео. И хотите тоже побывать в Тайване. Поучаствовать в этом заплыве. Залетайте ко мне в инстаграм. Пишите, Никита, хочу с тобой полететь на заплыв. Возможно, мы соберем классную команду. И уже осенью, когда будет проходить этот заплыв. Мы соберемся и поедем туда большой командой. В классное путешествие. Ну, а на этом все. Это был Никита Кислов. Школа плавания SwimRocket. Если вы хотите научиться круто плавать. Переходите на наш сайт. Ставьте себе большие цели. Мечтайте по-крупному. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok